Друзья, я приехал на телеканал ЮТВ, у нас сейчас съемки. Я немного переживаю, потому что у меня это в первый раз. Рустам Уразалин работает на машиностроительном заводе уже 6 лет. Проживает с женой и дочкой в Орске и ведет обычный образ жизни. Но в прошлом году решил снимать на видео свои трудовые будни и не думал, что начнет набирать миллионы просмотров. На завтрак мама приготовила кашу. Мы позавтракали, и я пошел в сарай. Мама держит одну корову, накормил ее и починил забор. На улице выпало много снега, мы вытащили сани, накормили козурками корову и с дочкой игрались. Ждали, пока выйдут мама, Озека и жена. Я спрашиваю, что во мне есть вот такое, что вы смотрите меня. И многие говорят, что искренность, честность. Я делаю обычные вещи, которые должен делать каждый мужчина. А люди начали меня как-то восхвалять, говорят, вау, вау, как это так. Я не понимаю, что в этом. Я просто делаю обычные вещи. Я вот такой человек, какой я есть. Рустам просыпается в 6 утра и едет на завод. После 12-часовой смены заезжает в магазин и торопится к семье. Помогает родителям с хозяйством. Все это молодой человек снимает на телефон и выкладывает в сеть. Многие говорят, что Рустам, ты снимаешь все по сценарию. На самом деле нет. Я отработал смену и еду к теще с тестем, либо к маме своей бабушке. И все. Какой может быть сценарий? Это не сценарий, это моя жизнь. Пока тесть солил и складывал мясо, я в баню натаскал воды и нарубил дрова. Потом мы зашли домой. Дома пахло очень вкусно. Мы уже приготовили курдак. Мы пригласили родственников и соседей. Все дружно кушали, разговаривали, смеялись. В общем, была такая уютная атмосфера. Но Рустам не всегда так свободно мог рассказывать о себе людям. Арчанин поначалу и выбрал даже такую специальность, где не нужно было бы лишний раз говорить. У меня вот заикание уже давно, когда я был маленький, из того, что у меня были в детстве сложности в жизни. Я уже стал лучше разговаривать. Вообще, я хотел раньше стать врачом. Но из того, что у меня заикание, у меня были комплексы. То есть, как вот я с заиканием и блогерскую жизнь, сферу, где нужно постоянно общаться, разговаривать с людьми, решил взять себя в руки, не комплексовать. И я вот такой человек, какой я есть. Сегодня у Рустама уже есть предложение по рекламе. Его зовут на телевидении в Казахстан. И даже предлагают услуги личного менеджера. В планах же у мужчины развивать свою страничку дальше. И, возможно, бросить работу на заводе. Совет для начинающих блогеров – быть искренним со своими подписчиками. Екатерина Хигай, Олег Берендеев, телеканал ЮТВ.